Вот это основные какие-то линии, это как раз школа Мангелл и Рав Кук. Вторая есть линия Кабалы в сегодняшнем мире. Ее представил Рав Иуда Лейб Ашлаг. Жил в Баршаве в начале 20 века и был сионистом. И в 23 году он приехал в страну Израиля, то Рав Кук уже был главным раввином страны Израиля. И Ашлаг пришел к Раву Куку получать благословение для своего сына и для своих книжек. И Рав Кук, который, конечно, ему это благословение дал, сказал потрясающую вещь. В 20-е годы он сказал, тот уровень Кабалы, который преподает Ашлаг, этот уровень уже пройден еврейским народом. Поэтому будет востребован не евреями. Не понял. Ашлаг Кук в 20-е годы сказал про Ашлага. Ту школу, которую дает Ашлаг, этот уровень уже пройден еврейским народом. Но народами мира он еще не пройден. Поэтому то, что делает Ашлаг, будет востребовано народами мира. В нейнох отсюда. Не в нейнох. Нет, нет, нет. Не в нейнох. Он будет востребован просто не евреями. И ровно на школе Ашлага основываются все сегодняшние центры Кабалы, Берг, ну и Лайтман, как извращение этого подхода. Но в основе своей они, все эти центры Кабалы, у всех Кабала Ашлага. А не Кабала Рава Кука. Теперь, чем отличается Кабала Ашлага от Кабалы Рава Кука? Ашлаг сам по себе был сионистом. Однако, в отличие от Рава Кука, в его Кабале сионизм не проявлялся. Практически он там не заметен. Почему? Потому что Ашлаг сделал Кабалу другой совершенно аспект. На общие человеческие... Не, 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 нет, 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 нет. Это все не так. Итак, а именно. У Ашлага следующая схема. Каждый акт духовного контакта представлен как транзакция. Сколько транзакция? Это что-то переходит от А к Б. То есть, в Кабале это, естественно, свет. А дает Б, Б получает. То есть, любой аспект общения, как бы, да, любой контакт представлен как транзакция, при которой свет переходит от А к Б. И дальше условия, при которых он может прийти, при которых он не может прийти, а какие транзакции делаются. И дальше там рассуждение о том, например, что Бог может только давать, а человек может только получать. И как же нам это исправить, потому что мы далеки от Бога, то, что мы получаем, а Бог дает. И мы должны тоже давать, чтобы быть ближе к Богу. Поэтому стараемся получать при условии давания. И отсюда вся-вся-вся Кабалашана. То есть, вся Кабала представлена как огромная система транзакций. Теперь, что в этом проблематичного? Это примерно так, как если мы будем описывать, как функционирует человеческий организм. Привет, Вася. Вот у нас есть человеческий организм. Как он функционирует? Очень просто. Мы вдыхаем воздух. С воздухом нам попадает кислород. В наших легких кислород передается в кровь. Кровь относит кислород к клеткам. Клетки получают кислород, выделяют в кровь продукты своего функционирования. Кровь относит к почкам, к печени. И все, что нужно. И весь организм – это огромная система транзакций. То есть, Кабалашлаг – это физиология иудаизма. Кабалы, точнее. Физиология Кабалы. То есть, Кабала представлена как физиологический процесс в мировом организме. Только не в чете, а в мировом организме. И в этом смысле все там правильно. Только не тот подход. То есть, на уровне физиологического функционирования организма мы представляем собой полную систему транзакций. Вся физиология, вся химия – это все транзакции. И в этих транзакциях всегда один дает, а другой получает. И это основа основ Ашлага. Что всегда один дает, а другой получает. Теперь. И на уровне индивидуума, и на уровне народов мира эта схема дает много-много продвижения в понимании Кабалы. Проблема в том, что с еврейским народом это не проходит. Дело в том, что у Абу Кука совершенно другая основная единичка. Есть у Ашлага главный компонент – это транзакция. А что это транзакция? Это когда один дает, сказал, другой получает. А есть процессы, в которых оба получают. Как называется процесс, в котором нет дающего и получающего? В котором получают оба. Что? Нет, взаимодействие. Он называется общение. Взаимодействие. Общение, взаимодействие, все взаимодействие. Я передал кому, это тоже взаимодействие. А если мы общаемся, не я даю, а он получает, не он дает, а я получаю, а мы общаемся, то мы создаем то новое, что оба получаем. И поэтому диалог – это основа концепции Рава Кука, а не транзакция, в отличие от Ашлага. У Ашлага и также у Берга и искаженного Лайтмана всюду в основе лежит транзакция. У Рава Кука в основе лежит диалог. И в диалоге получают оба… И поэтому Бог может получать. Если у Ашлага основа основ, что Бог не может предъявить, то тоже может ему дать. Потому что если ты азаркция, то Богу нельзя дать. Но если суть – это общение, то Бог получает общение с нами. И поэтому Бог создал людей не чтобы им давать, а чтобы с ними общаться. Это не стука. Это уже общение, это и есть самое ценное, что есть в мире. Понимаете, да? Это вопрос не скуте. Это вопрос, что единственное, что есть настоящее в мире – это общение. Понимаете, да? И поэтому это качество и есть главное божественное качество человека. И тогда история еврейского народа представляется как диалог между народом и Богом на уровне народов мира. Это пока еще неосознаваемо. Но на уровне еврейского народа это осознаваемо. Поэтому у Рава Кука совершенно другая кабала, чем у Ашлага. Поэтому вся кабала в нееврейском мире и все центры кабалы, все построены на Ашлаге. А в Израиле весь религион Сиадизм построен на Раве Куки. Спасибо.